Привет, это Технозон, и сегодня у нас обзор действительно интересной приставки M8S Max, это восьмиядерное чудо с пробросом 3HD звука и DTS HD звука и активным родным охлаждением И с таким охлаждением мы даже в самых крутых играх не смогли его нагреть выше 50 градусов Ну что же это за зверь такой, давайте разбираться Пришел этот зверек в такой вот коробочке, очень красивая коробочка, распаковку отдельно делать не буду, делать нам там нечего, она будет достаточно нудная Скажу сразу, что там был блок питания 5 вольт 2 ампера, была самая обыкновенная дистанционка с программируемыми кнопками для телевизора Ну, небольшой, но плюс, хотя достаточно удобная Был кабель HDMI, самый обыкновенный и все, поэтому на распаковку тратить время не будем, лучше потестируем немножко больше эту коробочку Что у нас есть на этой коробочке? На этой коробочке на бачках у нас есть аудио-видео выход, позволяет подключить телевизорам старого формата через тюльпаны Есть LAN RJ45, правда на 100 мегабит, внутри сразу оговорюсь, есть и 2,4 ГГц и 5 ГГц Wi-Fi, при том вот такие вот классные модули Есть у нас, есть HDMI, есть разъем питания, 2 USB 2.0, но в принципе неплохих, и TF-карты, поэтому очень интересно Внутри у нас стоит iMlogic S912 процессор, 32 ГБ хранилища, 3 ГБ DDR3 оперативной памяти, ну и активное охлаждение выглядит вот примерно вот так вот поставлю И активное охлаждение выглядит примерно так Когда вы его подключаете, оно светится и абсолютно, кстати, не жужжит, оно не громкое Оно работает на постоянной скорости и при этом достаточно тихо Единственное, хочу отметить минус, очень мелкие ячейки в решетке радиатора, вернее, очень мелкие ячейки в решетке этого вентилятора Они могут забиваться пылью, скорее всего, хотя у меня, конечно же, они не забивались, достаточно мало, я ее еще эксплуатирую Из больших плюсов хочу отметить наличие root, это позволило нам установить автофреймрейт через AFRD Есть проброс 3HD звука, Dolby Digital 3HD, DTS HD, это позволит вам смотреть в коде какие-нибудь рипы огромные с классным звуком, если у вас есть соответствующий ресивер Она проигрывает практически все форматы тестовых файлов, которые мы ей скармливали, вы это все увидите в тестах Wi-Fi здесь просто шикарен, 5 ГГц больше 200 Мбит, 2,4 ГГц больше 50 Мбит, кстати, это намного выше среднего показателя Ну и, конечно же, главное ее преимущество, это то, что она вообще не греется Не греется она настолько, что в троттлинг-тесте она показала максимально 53 градуса А в самых тяжелых играх, которые мы смогли ей скормить, она показывала не более 48-49 градусов, это большой плюс 4К YouTube 30 FPS, 4К 60 FPS она проигрывает, но дропает кадры 2К 60 FPS без проблем, поэтому с YouTube здесь тоже вопросов нет, но это вот особенности такие вот iMlogic S912 процессора Немножечко расстроил 100 Мбитный LAN, но с таким Wi-Fi в принципе это не проблема Так как у нас есть root, мы смогли поднять Android TV голосовой поиск И при подключении пульта, например, G20S, вот такого вот у нас есть обзор на канале Кстати, ссылка внизу тоже есть в описании, поищите Вы можете получить полноценный голосовой поиск Android TV Шторки изначально нет, хотя есть строка навигации, но шторку с помощью Material Notification тоже включается вообще без проблем Но не хочу больше спойлерить, приставка действительно интересная, приставка годная Ссылки на эту приставку положу в описании под видео На момент съемки цена на 8-ядерную приставку с 32 гигами хранилища С активным охлаждением около 55 баксов И поверьте, на рынке вы не найдете предложение получше Поэтому советую обратить на нее внимание Перед тем, как перейти уже к самому обзору, хочу вам напомнить, что на нашем канале происходит розыгрыш ценнейших призов и подарков И их огромное количество ссылочки там в описании под видео с условиями Переходим, смотрим, участвуем Ну а также хочу вас попросить нажать подписаться и колокольчик Потому что я боюсь, что вы пропустите все то интересное, что было, есть и будет у нас на канале И не забываем про наши паблики, соцсети и ссылки ищем, все там же, внизу Но сейчас я говорю вам хавабанга, ребята, это же бубльгум, поехали! Вот такой вот незатейливый интерфейс имеет наш M8S Max Некоторые уже видели такие интерфейсы на приставках Mecool, например, на приставках M8 Pro W Либо на приставках Mecool KM9 не на Android TV Он имеет право на жизнь, это однозначно, потому что он достаточно функционален В верхней строке вы можете добавлять приложение в виде строки избранного Пожалуйста, мы можем сюда добавить, например, с вами YouTube, добавим обязательно Добавим с вами сюда CPU Monitor, добавим Chrome И, в принципе, этого достаточно, вы можете заполнить весь свой начальный экран Сразу включим с вами CPU Monitor, это очень важно, потому что приставочка с активным охлаждением Кстати, у нас достаточно чувствительный, крутой микрофон И очень хочется, чтобы вы понимали, насколько он шумит или не шумит Действительно, приставка очень тихая, очень тихий вентилятор Он круто работает в плане того, что он красивый, это голубая подсветка, я вам уже показывал это Теперь, поехали дальше, по настроечкам Так как это Amlogic S912, здесь они немножечко отличаются Здесь нет Droid Settings, это однозначно Wi-Fi 2.4 и 5 ГГц Все без проблем подключается Звук Я поставил HDMI RAW, потому что мы теперь, я вам сейчас показываю, как вы видите, у меня подключен ресивер Вот вы видите окошко регулировки звука, я могу громче делать, громче, тише делать И здесь как раз будет видно, как работает проброс звука и работает ли он вообще То есть я поставил HDMI RAW и мы с вами проверим обязательно, как пробрасывает звук Приложение, здесь абсолютно стандартный раздел приложений, ничего здесь интересного Перейдем в экран У нас есть с вами статус бар, который может быть включен, либо выключен Вот я его включил Статус бар у нас системный, это очень удобно Если вы нажмете на последнее приложение, то вы можете все здесь закрывать Тоже как бы абсолютно нормальная штука Статус бар скрывается Изначально из коробки шторки нет Но так как в данной приставке есть root Пожалуйста, root у нас есть, написано, что root у нас абсолютно правильный И как бы я это подтверждаю, потому что я смог поднять и автофреймрейт и шторку Шторка у нас зашла без проблем Через шторку, через material notification вы можете добавить ее из обыкновенного плеймаркета Либо у нас есть видео на канале Возвращаемся в наше меню настроечки, в раздел экран Так вот, в экране вы можете выключить статус бар С разрешением экрана приставка поддерживает от 480p до 4k, 2k и 4k sm5e Это полный 4k Но китайцы немножечко слукавили Это не автофреймрейт, как они считают Это просто переключение на лучшую частоту Вернее автоматическое переключение на частоту, поддерживаемую максимальную Вашим устройством, вернее телевизором, либо рекордером в моем случае Я отключил, потому что он просто-напросто не то, что работает Вы можете вручную выставлять по свое разрешение Все остальное мы с вами будем регулировать АФРД Есть профили регулирования цветностью Рекордер у меня 8 бит, приставка поддерживает HDR 10 бит Меню Dolby Vision, оно есть, но Dolby Vision не работает Мы с вами все прекрасно знаем, что для этого нужна лицензия И к тому же не все приставки имеют такую рецензию HDMI цикл у меня работает в паре с телевизором LG Сразу говорю об устройстве Название M8s Max Статус модель Версия 7.1.2 андроида Достаточно нормальная версия Это последняя версия для Nlogic S912 И кстати, на такой версии он будет актуален еще как минимум пару лет Это железно Также у нас здесь есть действие на кнопку питания Вы можете поставить действие на вашу кнопку питания вашего пульта Очень удобная штучка В специальных возможностях Вы можете также включать и выключать панель навигации В разделе Bluetooth мы без проблем подключили наш геймпад EPEGA 9089 Для того, чтобы поиграть нормально на этом Smart TV Box На нем можно действительно играть Активное охлаждение, благо помогает в этом Ну и с добавлением аккаунтов у нас нет никаких вообще проблем Кстати, заметьте, какая температура у нас простой 39 градусов, 36 минимально У меня сейчас работают два осветителя по 1.25 кВт Это достаточно мощно и жарко Но при этом она справляется очень хорошо со своей функцией Сейчас мы с вами перейдем в AIDA64 Посмотрим обязательно на конфигурацию А это VideoStrong производитель Модель M8S Max Amlogic платформа 3 гигабайта оперативной памяти Всего во внутреннем хранилище 2572 из коробки Это 32 гигабайтная версия Центральный процессор это восьмиядерный Amlogic S912 У которого работают 4 ядра до 1 ГГц И 4 ядра до 1,5 ГГц 4 ядра до 1,5 ГГц Это энергосберегающие ядра Поэтому они работают попеременно Кстати, могу подсказать, как заставить работать вместе И будет нам счастье К тому же с активным охлаждением вполне может сработать За отображение у нас отвечает Mali-T820 Это трехъядерный графический процессор С поддержкой OpenGL 3.0 Из кодеков у нас есть, в принципе, все необходимые нам кодеки Есть HAVC, это 265 кодек Есть VP9, это для 4К YouTube Ну и, конечно же, главное, что здесь есть проброс звука Но это мы с вами разберем чуть позже Speedtest Поехали, потестируем сетевые возможности Сейчас приставочка подключена у нас на 5 ГГц Стартуем И имеем с вами больше 200 Мбит на загрузку Отличный результат, я скажу вам С учетом того, что здесь порт 100 Мбит LAN RJ45 То по Wi-Fi вы можете без проблем смотреть торренты 4К Абсолютно без фризов, тормозов и лагов 2.4 проверяем, соответственно Тоже нажимаем начать И получаем результат выше среднего Намного выше среднего Больше 50 Мбит на загрузку А это тоже означает, что вы можете смотреть здесь 4К YouTube 4К фильмы онлайн на 2.4 Я не скажу про тяжелые 4К торренты онлайн Но Full HD, торренты, какие-нибудь ремуксы Вы сможете без проблем смотреть именно через 2.4 ГГц Ну и, конечно же, LAN RJ45 Куда же без него? LAN RJ45 отвечает заявленным 100 Мбитам 93.94 на загрузку и 93.94 на выгрузку Так и показывают 100 Мбитные модули Пожалуйста, 94.6 на 95 Даже больше, чем я сказал в начале С сетевыми возможностями у нас проблем нет Хотелось бы сделать троттлинг-тест Заходим в CPU троттлинг-тест Это будет у нас часовой троттлинг-тест Мы, к сожалению, наш рекордер пишет нарезками Поэтому мы покажем это все уже в скринах Кстати, прошлый троттлинг-тест показал 50 градусов Посмотрим, насколько отличается этот троттлинг-тест от предыдущего Поехали, стартуем Часовой троттлинг-тест, пожалуйста Мы имеем вот такую вот ситуацию Что у нас абсолютно зеленый график Давайте с вами посмотрим, что мы имеем по производительности No CPU Thermal Trotting Detect Это значит, что никакого троттлинга не обнаружено Максимальная производительность 45 джипс И у нас максимальная температура была 53 градуса А это очень и очень круто Редко какая приставка может показать на 8 ядрах На Mlogic S912 Да вообще никакая не может показать Только с каким-то кастомным охлаждением А здесь мы имеем с вами заводское охлаждение И в этом ее огромный плюс Ну что ж, мы с вами закончили с какими-то системными мелкими тестами С основным обзором меню и интерфейса И я предлагаю переходить к мультимедийным возможностям Мультимедийные возможности мы с вами совместим с проверкой проброса звука Для этого мы будем использовать коди Для того, чтобы мы с вами сделали прямой проброс звука В системе в коди мы вставим экспертный режим настройки Заходим в аудио Опускаемся ниже И видим разрешить прямой вывод И уже здесь у нас есть поддерживаемые форматы Пожалуйста, выводить звук в Dolby Digital Dolby Digital AC3 Включение и выводить звук в формате Dolby Digital Plus DTS, TrueHD, DTS HD У нас стоит ресивер, который поддерживает все эти форматы У нас уже закачаны эти самые ролики тестовые Идем с вами на мою флешечку И начинаем проверять Dolby формат Поехали Посмотрим, какой у нас здесь сейчас Это Dolby TrueHD Пожалуйста, у нас есть проброс Dolby TrueHD звука Это круто, на самом деле прямой звук позволяет подключить ресиверы С высоким качеством декодирования То есть Dolby TrueHD, например И получать крутой звук То есть вы можете смотреть Это просто Dolby Digital Plus Пожалуйста, она пробрасывает Dolby Digital Plus Еще один Dolby Digital TrueHD проверим И в принципе можно выходить Пожалуйста, это Dolby Digital TrueHD Вы это все видите на своем экране Давайте проверим DTS DTS, давайте ядро проверим И это простой DTS 5.1 Ядро он пробрасывает без проблем А сейчас мы с вами проверим DTS HD Пожалуйста, DTS HD у нас тоже без проблем воспроизводится И декодируется, пробрасывает на мой ресивер Звук, не знаю, слышите вы или нет Он очень тихий у меня Могу погромче сделать Или потише, не надо Сейчас заглушит мой микрофон С пробросом HD звука у нас вообще вопросов никаких нет Поэтому мы с вами переходим к проигрыванию тестовых роликов Но перед этим мы с вами посмотрим то, что у нас поднялся AFRD Мы его сейчас найдем в нашем списке Пожалуйста, AFRD DEM он включен Он переключает частоты абсолютно без проблем Пожалуйста, результат джоддер теста Никакого джоддер эффекта у нас нет По крайней мере, в паре с телевизором LG С отключенным TrueMotion Переключает частоты просто на ура И это отрабатывает отлично Тестовые ролики типа LG Barcelona 4K Вот мы будем проигрывать на родном плеере Без сторонних каких-то примочек Проигрывается просто идеально 4K Ultra HD ролик Без затыков, без тормозов, без фризов С идеальным отображением HDR Поэтому никаких вопросов у меня нет Jellyfish 400 Mbps пробуем Тоже абсолютно все отлично Проигрыш 400 Mbps файлов Таких фильмов, поверьте, еще нет в природе Для того, чтобы закодировать фильм в таком битрейте Будет размер просто невероятный У нас таких носителей информации нет Для того, чтобы проигрывать такие огромные файлы Поехали Еще пару тестовых роликов Начнем сначала Это самсунговский тестовый ролик Очень мне нравится 4K Та-дам! Все идеально Просто идеально и красиво Цвета непередаваемые вообще Слушайте Вот чем, конечно, славится 912 процессор? Тем, что он был на 100% мультимедийный В 922 процессоре только решают проблему с пробросом HD звука И они решат Это я знаю Я уже общался на этот счет А вот 912 это законченный мультимедийный процессор Он готов к использованию И 4K Carson Ships тоже просто идеально отрабатывает Можем перемотать куда-нибудь на серединку Слушайте, ну, блин, просто красиво Красиво и идеально, можно сказать Мне очень нравится картинка Теперь Из мультимедийных возможностей Наша приставочка поддерживает Miracast Из коробки Вы можете дублировать сюда свой экран Мне это очень нравится Через Wi-Fi Поэтому эта функция здесь есть Переходим с вами к оценке YouTube Поехали Найдем 4K ролики Запустим 4K Sony Включим тестовое окошечко И вот мы видим Как проигрывается 4K ролик Через YouTube Мы видим 0 дроп фреймов Но это 30 FPS Хочу вас предупредить сразу Что ролики 4K 30 FPS Вот эта вот приставка щелкает без проблем Ролики 4K 60 FPS Ну, тут уже вопросы Она его проигрывает Но она будет дропить И 4K именно ограничение У нас 30 FPS Хотя это в принципе нормально Для 912 процессора Они по-другому не умели Но 4K ролики Он проигрывает Вот вы видите Сейчас на экране у меня 3840 на 2160 0 дропов 1400 фреймов Мы можем играть его бесконечно долго Но 0 дропов Так и останется А если мы с вами включим Пожалуйста Ту же самую Например Косту Рику На 4K То мы получим На 60 FPS Дропы Хотя это все будет Идеально проигрываться Он будет дропать Ровно половину То есть сказать Что вы не проиграете 4K 60 FPS Я не могу Он будет проигрывать Его точно так же Отлично И вы сможете Насладиться всеми красотами Но к сожалению Это будет фактически 30 FPS файл С YouTube У нас все понятно 4K без ограничений Он проиграет Единственное на 4K 60 FPS Он сбросит половину Ваших фреймов Ну в принципе Кому заметно Кому нет Насчет того Что 2K Full HD 60 FPS Играет просто без проблем Из мультимедийных возможностей Хочу отметить Голосовой поиск Его хотя и нет В приставке Но наличие root прав Позволило нам Запустить здесь Голосовой поиск Android TV У нас есть видео на канале Вы можете его без труда найти И сейчас Если я нажимаю на голосовой поиск Раз, два, три, четыре, пять Вышел зайчик погулять И проговорю эту фразу То мы с вами видим Что есть вот такая вот штука Как голосовой поиск Android TV Давайте попробуем найти Какой-нибудь фильм Самый лучший фильм Любимая моя фраза Для тестов Потому что этот фильм Есть везде И как он ищет Во всех поддерживаемых приложениях Мы тоже с вами можем увидеть Пожалуйста Megogo HD Video Box Киноторки На HD Smart YouTube TV То есть он ищет Во всех поддерживаемых приложениях И это на самом деле Тоже один огромный Большой плюс Как ни странно Но из коробки Здесь был установлен Netflix Черный Netflix Но он работает Если вдруг В тех ревизиях Которые вы покупаете Нет черного Netflix То на нашем канале Обязательно будет Инструкция Как установить Черный Netflix На Микулы Давайте попробуем Проиграть в Netflix Фильм Как мы видим Все это проигрывает Без проблем К сожалению Только лишь В HD качестве Потому как Нет сертификации Netflix У этой приставки Само собой Dolby Digital Звук Она не пробрасывает Чем отличаются Сертифицированные приставки От не сертифицированных В сертифицированных приставках Netflix Пробрасывает Dolby Digital Звук И вы можете Смотреть Netflix Именно с хорошим звуком Вот это Об этом все Забывают сказать Конечно же мы с вами должны оценить 4К фильмы онлайн Я только вчера смотрел Пятый элемент Кстати в 4К Стартуем MP4 4К Ultra HD И получаем Вот такую вот Картинку Это 3840 на 2160 24 кадра Секунду Автофреймрейт Срабатывает Аудио Шестиканальный звук 39 градусов При воспроизведении Фильма Онлайн 4К Вообще Идеально Все это дело Работает Давайте Перемотаем Немножечко Без проблем 4К Без проблем Выходим Из 4К Фильма онлайн Вот мы его проигрывали И пойдем Поищем торренты Что у нас там С торрентами онлайн Например Капитан Марвел Как всегда Нам придется С вами поискать Поехали Так 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 Ищем файлик Потяжелее 45 гигабайт Капитан Марвел 4К От Селезен Попробуем Через Торсерф И как мы видим 4К 3840 На 2160 24 кадра Dolby Digital Шестиканальный звук Ну правда Шестиканала он не выводит Нет проброса А нет Есть Смотрите Dolby Digital Пробросил Vimo Player Через торренты онлайн Пожалуйста Мы с вами можем смотреть Dolby Digital Онлайн На этом М8S Max На 45 гигов Капитан Марвел Блин Это нереально А знаете Что нереально А нереально то Что это 4К Торрент онлайн На 45 гигов И это 45 градусов Это всего лишь 45 градусов Проигрывается Перфекто Просто Перфекто Ребята Все те же 3840 На 2160 4К Онлайн Торрент И без проблем Ну и глупо Было бы конечно Проверять онлайн Телевидение И надеяться Что оно не заработает Оно заработает К онлайн Телевидению Мы относим С вами IPTV И онлайн ТВ сервисы И здесь тоже Никаких у нас Ни вопросов Ни проблем Нет Включим с вами Другой канал Вот пожалуйста Малышева Я что то на нее Постоянно попадаю Это какой то трэш Они там Куда то нагибаются И всех нагибают Но с онлайн Телевидением Тоже у нас Вообще никаких вопросов Нет Что касаемо Игровых возможностей Мы тестировали На Ice Storm Extreme И Ice Storm Ice Storm Extreme Это 5099 баллов Я вам скажу Это больше чем Например на Белин GT1 Ultimate И как мы все знаем Что эти процессоры По своей производительности Находятся на уровне Тех же самых IMLogic S905X2 Хотя и IMLogic S905X2 По частоте выше Но все таки 912 Несмотря на их частоту В 1.5 ГГц Производительных Рядрах Имеют Более Интересную Производительность За счет Своей многоядерности И 9113 баллов В Ice Storm Unlimited Я вам скажу На этом Можно спокойно Играть И мы сейчас С вами Это посмотрим RipTide GP Renegade Отличная игра И кстати Достаточно тяжелая По спецэффектам Для смарт-ТВ-боксов И она способна Немножечко Подзакипятить Что мы в принципе С вами и будем Проверять Смотрим обязательно На температуру Это обязательный Процесс Для проверки Стабильности работы Смарт-ТВ-бокса Его нагрева И корректной работой Охлаждения Охлаждение здесь работает Обалденно Вот действительно Обалденно Ай забыл На какую кнопку Нажимать Для того чтобы Начать ехать По этой воде Плыть Все полетели Полетели 46 градусов У нас на старте Мы обязательно Пройдем этот первый трек Для того чтобы Понять насколько Мы прогреемся Но встречаемся Уже в конце трека Мы уже приближаемся К финишу 48 градусов Максимальная температура Которую я фиксировал Слушайте Классно 49 Вот 49 Мы прогрели Но это очень низкая температура Для такого рода игр Где действительно Очень много эффектов Вода в лицо И Там пыль какая-то Туман Поэтому Не знаю У меня вопросов Вообще нет По игровым возможностям Поэтому мы с вами сейчас Вот приходим первыми И обязательно Переходим Тестируем На асфальте Восьмом Там где есть Потяжелее игры Да И плюс Обязательно С вами попробуем Танки Потому что у меня Один из подписчиков Спросил о танке Где же танки Баббл Давай танки Это я пропустил В Хадас Вим 3 Такая ситуация Тоже была Но Ребят Я пришел первым Кто молодец Баббл молодец Все на самом деле Круто Мы выиграли И так Асфальт 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 Действительно Может закипятить Многие приставки И он их И кипятил Как вы видите Мы сейчас Играем На максималочках С огненными Колесами И со всем остальным 47 градусов Это абсолютно Нереальная температура Для асфальта Восьмого Даже приставки Поинтереснее Сдавались Перед ним И показывали Совсем Другие результаты Работает Абсолютно Отлично Играть на этом вы можете часами потому что действительно у нее есть активное охлаждение давайте я поиграю немножечко и появимся буквально через пару минут я попытаюсь ее подкипятить немножечко поделать какие-то финты для того чтобы побольше было визуальных эффектов мы получили с вами максимально возможную температуру самое прикольное в этой игре в асфальте это то что здесь по стенам можно ездить ух чуть орла не сбили мы пришли первыми тоже в этой игре и 48 градусов и больше не греется ну что какой танчик взять а ух ты продается танк амx 30b 10 25 тысяч голды дороговато скажу я вам но мы возьмем мою любимую су-100у и поехали бой ох ребятушки ребятушки 39 градусов что это за вообще за прикол такое 44 слава богу запустилась fps у нас 3836 эта карта с травой обычно на картах с травой у нас fps чуть пониже если мы войдем в режим снайпера да то же самое ну абсолютно играбельно 30 fps нам нужно минимальная без для абсолютно хорошей играбельности 46 градусов температура 47 градусов не знаю ребят нереальная температура и мне слабо верится конечно вернее слабо верилось но это так вы можете играть в танки вы можете играть в асфальт вы можете играть во все что угодно с температурой не более 50 градусов при этом с достаточно хорошими настройками выше 40 fps у нас тянет не все по сбивали все по этот короче меня слили но вы поняли суть я готов пройти прорезюмировать приставку приставка действительно интересная так что поехали ну и как резюме хочется сказать одно слово вау ребят неужели me cool сделал нечто с активным охлаждением это их первая приставка с таким вот крутым охлаждением и i'm logic с 912 имеет право на жизни будет еще жить долго в таком исполнении вы фактически покупает данную приставку можете включить ни колхозе не охлаждение ничего проведя мои минимальные настройки вы получаете шикарный аппарат шикарный смарт-тв-бокс с заделом на ближайшие пару лет так что мнение канала технозон мы рекомендуем эту приставку приобретению получилось она действительно годная мы не рекомендуем ее тем кто тащится 4к youtube 60 fps она может проигрывать только 4к 30 fps в остальном всем авто фрейм рейд пробросту hd звука но если вам нравится то что мы делаем ставим пальцы вверх если нет пальцы вниз с вами был бабл и me cool m8s max на канале технозон пока ребят а и вот и и и и и и Продолжение следует...